Всем привет! Сегодня будет обзор гаджета, и в этом мне поможет наш с вами любимый видеоблогер Костя Павлов. Меня зовут, да, Костя Павлов, как я уже сказал. Я умею открывать, углубляться в тему, я, как обычно, не очень люблю, так скажем. А ты как раз-таки можешь это сделать. Да, ну смотри, у нас крутая штука, она немножко такая более лайтовая. Это умные часы, это, наверное, лучшие умные часы настольные, что есть на рынке. И западные видеоблогеры одно время подхватили, как только эта штука ушла с кикстартера, потому что оно умеет показывать количество подписчиков в реальном времени на твоем ютуб-канале, в твоем твиттере, в твоем инстаграме. И это реально круто. Блин, офигенно, слушай. То есть это по-настоящему умные часики, вот сейчас мы проверим, насколько они умные и насколько хорошо они работают. Я реально этого не знал. Давай? Да, давай откроем, посмотрим, что у нас в коробке. Давай одну откроем, а одну... Слушай, а я вот думаю, а может одну разыграем тогда зрителям? Давай. Почему нет? Прям вот не раскрытую, вот прям вот это вот, прям мы разыграем между вами в конце, а вот эту мы откроем. Одну откроем, посмотрим, да, что у нас там внутри. Так. Моего ногтя хватит? Моего ногтя хватит. Так. Странно смотреть, что кто-то скрывает, а не я. Да, но скрывает. Удовольствие от открытия. И смотри, чтобы вот зрители первые увидели то, что там внутри. А там, скорее всего, какая-нибудь картонка. А нет, нет. Я вам сразу... Слушай, ну заметь, заметь сразу, да, что это очень похоже на компанию Apple, да, есть хрестик, вот эта вот пленочка. Причем пленочка достаточно качественная. Ну ладно, давай откроем, пока не будем скрывать. Посмотрим, что у нас в комплекте еще. Там, на самом деле, немного интересного. Есть ощущение luxury. Так. Держи. На американскую вилку. Держи. На гонконгскую вилку. Так. На европейскую вилку, да. И, слава богу, на европейскую вилку, да. Или на российскую, уж не знаю, как ее назвать. Так, ну и, собственно говоря, проводочек, все. Да, у нас проводочек microUSB, но ничего сверхъестественного. То, что вообще, я думаю, мало кто смотрит, хотя ты не знаешь. Слушай, ну, какой-то израгайд всегда хорошо. Ну и давай, наверное, вскроем, покажем часики. Давай, да. У нас тут как плотно. Слушай, может мы их можем так? Нет, не можем, они плотно сидят. Значит, снимем. Не, ну чувствуется, что это что-то дорогое. Чувствуется, что это что-то неподдельное. Ну, часы, да, наверное, знаешь, единственный минус этих часов, что они все-таки относительно недешевые. А сколько они стоят? Я подозреваю, что в России, я, честно говоря, даже не посмотрел, сколько они будут на сайте MadRobots, но в России, я думаю, что там двадцаточку придется за них... 20 тысяч за часы. Я вот сейчас называю цену на самом деле так, да, вы перейдите по ссылке в описании и посмотрите на реальную цену, которая там есть. Потому что это наиболее правильно. Но с учетом американской цены, в Америке они на наши деньги в пересчете 1015 стоят. Вот, что в российских реалиях, наверное, чуть-чуть подороже, но все-таки. Да попробуй. Возьми в руки, ощути вообще пластик. Вот такой soft-touch, нигде ничего не любите. Ну, а внизу прорезинено так. Да, ты попробуй эту кнопочку прям такая. Ой, блин, вот это вот, если бы вы могли это ощутить, это так легенько и кайфово нажимать. Мы воткнули это дело в розетку. Ну, нажимаем на кнопку. О, смотри. Слушай, прикольно. Ламый трик. Я не видел их вживую. Я видел их у ребят на видео. Несколько видеоблогеров наших, российских, их заказывали. Видео было, по-моему, на канале Ильи Зверьё. Ну, и фактически все на этом. То есть, там вот прям минимальное количество людей, которые держали эти часики в руках именно в России. Вау, что это? Там это выглядело прикольно, но вживую выглядит намного лучше. Что это? Я не знаю, это типа часы? Это типа часы. А это типа что? А это типа Wi-Fi, так я понимаю. И нам теперь необходимо установить приложения. И, соответственно, мы их настроим. Блин, так клево выглядит. Ну что, мы скачали приложения. Здесь нам, собственно, первый момент, что... Очень похоже вот тут, извиняюсь, к картинке, вот то, что здесь показано и то, что вот сейчас здесь показано. Да. Давай нажмем next. Next, так. Так, и он нам говорит подключитесь к Wi-Fi, LM, там, чего-то там. Окей, пробуем подключиться. Так, у нас что-то здесь происходит. Да, смотри-ка, картиночка одинаковая. И происходит подключение. То есть, по сути, мы сейчас пытаемся часы подключить к Wi-Fi. О, что-то произошло. Здесь, по крайней мере. Так, все. Есть. И время уже. Гоу. А, единственное, что здесь время, это как оно, американское. Двано же, что мы сейчас это быстренько настроим. Мы поставим сюда пару интересных приложений, и потом уже вернемся к вам. Часы, на которые приложение устанавливать. А, хотя у меня само-таки. Итак, мы устанавливаем сюда приложение. Вот мы несколько... Добавили. Да, да, да. Facebook. Слушай, ну, я думаю, что основные какие-то мы поставили. То, что прям нам очень интересно. И мы будем. Соответственно, здесь у нас внутри приложения есть возможность выбрать то, что мы хотим. Настраивается каждое приложение. Просто по клику нажали и отстраиваем, как мы хотим видеть в 12-часовом ключе время, в 24-часовом и так далее. Все просто и понятно. Естественно, можно будильник, все моменты. Ну, и если мы переключаем, то там будет приложение радио, погода и все в этом. Да, мы пробуем добавить вэза в нашу. Радио. Так, мы переключим как минимум на Цельсия. О, Ютуб, Ютуб, смотрите. Да, сейчас мы залогиним, посмотрим, как это будет. Тут мы, собственно, ковырялись и пытались подключить Ютуб, чтобы показывал количество подписчиков на часиках. И часики попросили обновиться до последней версии прошивки. И, собственно, они обновляются. Так что можно сказать, что они правда умные. Вот если устройство купил и оно обновляется, я помню как-то купил мультиварку, и первое, что мультиварка попросила сделать, это обновиться. И я понял, что я сделал правильный выбор. Вот с часами, видимо, вся та же самая история. Расскажи, у тебя много устройств, которые требуют обновления на столе, на кухне? Достаточно, на самом деле, много. Знаешь, почему? Что меня больше всего бесит, когда ты долго не играешь в PlayStation, реально там неделю, полторы, и потом ты думаешь, вот у меня есть 20 минут, нужно бы сейчас играть, включаешь, и он начинает обновляться. И ты сидишь, ждешь. Вот этот момент я решил следующим образом. Я просто не выключаю ее из розетки, она у меня висит в ждущем режиме. Если PS Plus подключен, оно само на фоне, меня не спрашивает. Просто предварительно надо разрешить, чтобы она это делала. Обновляется, что-то делается, и все остальное. Включаю все патчи для игр, скачиваются, и так далее. То есть я включаю в любой момент времени, а у меня уже там плюс-минус все обновилось. Это, короче, лайфхак от Влада. Да. Ну, давайте дождемся, пока это дело обновится. Я так понимаю, что уже все. Ну что, на самом деле настраивается все очень просто. Нужно было залогиниться через Google Account, то есть подключить вот это приложение внутри, и далее в поиске вбить название канала, которое ты хочешь демонстрировать. И опа! И мы видим, что у Влада на данный момент 59500, наверное, да? Ну, там, наверное, не 500, а 50. А, наверное, 50, да, подписчиков. 50к. То есть если у вас вдруг каким-то образом 1 миллион подписчиков, то, наверное, будет написано 1кк. Ой, кстати, да, давай, слушай. По идее, у меня должно быть написано 1 5кк. Наверное, так. Давайте сейчас проверим. Да, я уже пишу. Да, реально. Так что, если вдруг у вас есть YouTube-канал, можно тешить свое самолюбие, тщеславие, как угодно поставить. Просыпаешься такой, о! На миллиончик стало побольше. Или там на соточку, да, слушайте, это круто. В общем-то, принцип, на самом деле, работает с любой другой соцсетью, включая там Twitter и так далее, все то же самое. А, здесь написано 1м, кстати, м, а не какая. А потому что я переключил на метрику нашу. На нашу, понял. Да, то есть если переключить на американское... Блин, на PewDiePie, да мне просто любопытно. Веди, давай посмотрим PewDiePie. Это же прикольно, как у него там будет написано. Хотя логично, наверное, 58м. Да! Смотрите, PewDiePie. Это вот PewDiePie, да. То есть если ты фанат PewDiePie, ты можешь вот так вот оставить и просто наблюдать, как у него растет или наоборот не растет канал. Вообще интересная тема. Давай попробуем еще привяжем сюда Twitter, например, да? Ну почему нет? Twitter, Twitter, давай. Да, и посмотрим, что у нас получится из этого. Я не знаю, что это сейчас за бешенство происходит, но тут, по-моему, все твои твиты, которые у тебя были за последнее время, они прям все вот пишут, смотри. Да, правда? Ух ты, видишь. Что я не понимаю? Слушай, а самое интересное, что если мы посмотрим... 93 тысячи, это что такое? Это, видимо, количество подписчиков. А, у тебя? Да. Хрена себе. Я указал, что показывают только подписчиков. Ага. Почему он показывает все? Ну нет, он не показывает все. Он же немножко на канале закончился. Я тебе покажу, что я еще могу, но, в принципе, в приоритете подписчики. Да. Ну, собственно, я подозреваю, что давай попереключаем, посмотрим, что здесь еще можно поделать. Поделать, например, посмотреть, что у нас за окном сейчас в Москве минус 2. Ну, похоже на то. Нет, плюс 2, наверное, все-таки, или минус. Ну-ка, подожди. Сейчас посмотрим. Так. Пролиснем еще раз. Так, сюда. Плюс 2. Это плюс... А, я подумал, это минус. Слушай, с этой стороны. Поэтому сказал... Ну, плюс 2 тоже хорошо. Собственно, у нас здесь... 19 кмч. Это что такое? Ветер, наверное. Да, влажность. Влажность 93%. То есть, блин, мы купаемся почти. Да, но, кроме этого, конечно, здесь есть возможность посмотреть на, собственно, те радиостанции, посмотреть, послушать радиостанции, которые есть у нас вокруг. Почему это немецкое радио? Слушай, я на самом деле догадался, потому что это не FM-радио. Это радио, которое он стримит из интернета. И я действительно... Действительно, запиралось, но истинги, когда станция, но истинги, когда станция, но истинги. Сейчас, Линкен Парк и Киара. Линкен Парк. И ты, к сожалению, шаги. И вот в обмитах. Но управление недостаточно простое. То есть, можно убавить звук и, в принципе, получить все. Вот, кстати говоря, мы запустили сейчас таймер. Тоже достаточно удобная история. Давай мы остановим радио. Да. Единственное, что, вот именно, я так понимаю, выбор радиостанций, который будет у вас забит здесь, вам нужно настраивать вот здесь. Не знаю, насколько это удобно, но один раз, видимо, свой какой-то плейлист из радиостанций составил. Ну, я думаю, здесь вообще все в телефоне делаешь, а здесь уже чисто вот, ну, просто переключить, да. Как Bluetooth-колонку эту штуку можно использовать. Как таймер можно. Естественно, и просто таймер, и обратный отсчет, здесь все доступно. Плюс часики. И на самом деле больше ста приложений других, включая возможность, например, нарисовать свою какую-то картинку, сейчас мы ее установим, покажем, внутри. Плюс можно показывать дату, не только временную дату, и эти приложения будут постоянно пополняться. И, собственно, если раньше это можно было купить только в Штатах, теперь можно купить в России, если вот кто-то прям, ну, совсем гик, вот типа меня, то эта штука просто бальзам на душу, потому что она умеет одновременно все, по сути, ничего. Как и множество других современных... Не, ну, это просто интересная современная штучка, которая нужна современному человеку. Ну, мне, например, было бы интересно. Вот представь, у тебя стоит где-то на заднем фоне показывать количество подписчиков в реальном времени во время съемки видео. Интересный аксессуар? Интересный. Для вас, ну, возможно, вам интересно там количество подписчиков у вас в Инстаграме, в Твиттере. Понятно, что здесь можно смотреть уведомления, которые приходят и так далее. Все это будет работать. В остальном, ну, блютуз-колонка и все. Ну, слабенькая, но блютуз-колонка. Но блютуз-колонка. Да, конечно, без басов, это уже понятно. Да, и качество звука, понятно, будет все равно относительно средненьким, но это, знаешь, из серии послушать радио, послушать минимальную музыку где-нибудь там рядом со столом, чтобы он на фоне играл, когда ты работаешь. Ну, более чем любопытно. Ну, и согласись, визуально они выглядят действительно круто. Да. То есть, вот основной посыл, наверное, что это очень стильный гаджет и с очень качественным дисплеем. Здесь вообще без вопросов. Вот, месседжборд, собственно. Я сейчас выбрал. Да, попробуем, напишем что-нибудь. Мы можем первым выбрать иконку, Create New. Я даже не знаю, ну, давай вот самое простое. О, есть. Подписывайтесь на канал. Только она, правда, очень-очень быстро бежит, но, в принципе, видно, что. Подписывайтесь на канал. Это первое сообщение, потом можно ввести второе, третье, четвертое и даже пятое. То есть, это ты, например, проснулся раньше, чем твоя девушка или парень, я уж не знаю, у кого как. Да, ты можешь оставить сообщение, и оно будет бегать. Прикольно. Ну, то есть, если ты напишешь, там, ушел гулять, и кто-то придет домой, он должен, по идее, все это дело увидеть. Давай, перезапустим. Ушел гулять? Да, ушел гулять. То есть, человек приходит домой, да, и сразу понятно, что ты ушел гулять. И не надо смс-ки писать, там, все остальное, просто закинул на часики, и все работает. Удобно? Удобно. Ну, в общем-то, на самом деле, и весь функционал умных часов. Что скажешь? Умные? Сто процентов. Самые умные часы, которые я видел, имеется в виду, из настольных. Вот эти все-таки умные. Честно, эти умные. Знаешь, мне кажется, следующий шаг для Lometric, это создание с полноценным дисплеем часов. Когда там будет именно как на Apple Watch, отображаться, все. Можешь нашим аккуратным дисплеем, потому что у Кости был первый посыл очень правильный. Мне кажется, он у всех, да, попробовать по экрану. Ну, потому что все хотят это, вот, тактильно что-то сделать, но, к сожалению, конкретно в этих не получится. Здесь удобные, приятные кнопочки. Ну, вот следующий шаг. Представляешь, полноценный дисплей, все. На самом деле, у Амазона есть похожая штука. Я вот тут вот выведу картинку, и вы поймете, что уже где-то там рядом. А если еще был свой помощник будет, то вообще, самое-самое. Ну, слушай, мне кажется, осталось только каким-то образом разыграть эти часы. Мы их даже специально не вскрывали. Вообще? Да, они так и уедут. Скажем честно, мы хотели, как бы, эти вскрыть, эти забрать себе, но потом решили, что вот хотим отдать кому-то из вас. Каким образом? Балыш, человек. Слушай, ну, да, по-простому, чтобы у них не было много заморочек, подписка на канал. Так. Большой палец вверх. Так. И комментарий, хочу часы. Да, и все. И из этих комментариев уже будет выбран человек. Да, ребят, только единственная большая просьба, оставляйте один комментарий, а то уже по опыту прошлых розыгрышей вы пишете их там сотнями, нам приходится потом их отбирать отдельную табличку. Да, но в принципе есть сайты, которые все сами автоматом выберутся. Да. Пускай их, может быть, хитрые, отпускай миллион комментариев вставляют. Ну, а что тебе? Ну, пробуйте. В общем, у вас есть все шансы выиграть эти часики, ну, и отправка будет по СНГ. Уж простите, в Америку назад слать не будем. Ну, а в остальном спасибо, что смотрели. Если даже не участвуете, большой палец вверх, внизу красная кнопочка, чтобы подписаться. Если уже подписались, жмем на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. Ну, и, конечно же, я все-таки на твой канал ссылочку оставлю. Если вы вдруг по какой-то причине вот такой весь из себя хай-тек-маньяк и никогда не видели канал Кости, перейдите по ссылке, посмотрите реально годный контент. Посмотрите, да. Да. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok